Привет-привет, мои маленькие любители выживаний. Это игра Age of Water. Меня зовут Бульдозер. И давайте окунемся в этот безумный водный мир. В прошлой серии я остановился на том, что мне нужно было найти большое количество бочек. Сейчас предлагаю этим и заняться. А перед тем, как мы начнем, проверь свою подписку и прожми лайк авансом. Для тебя это ничего не стоит, а для продвижения этого видео твоя активность просто необходима. Не подведи. Приятного просмотра. Вон я вижу этих летучих голландцев. Может быть они расскажут, где мне найти бочки. Было бы неплохо. Привет, мы знаем, где можно найти много бочек. Отлично. На архипелаге ковшиков. Его скалы похожи на ковши. Раньше стояли базы. И вот еще по пути увидишь старую метеостанцию. Ее обычно называют Башни Русалки. Загляни туда, пригодится. Немодальное морское течение, если тебе так будет понятнее. В общем, по этой дороге ты сможешь дойти почти до Башни Русалки. Погнали по этому немодальному течению. Это типа какая-то ускорялка? Или что-то типа того? Вот оно начинается. Так, снова шарки. Что там горит? Сейчас узнаем, что там горит. Всех перебьем сперва. Так, это подбираем. Ваши останки на окты. Еще и летающий. Останки контрабандистов. Подбираем. Винтовая мачта. Кофе контрабанда. Все забираем. Нет, кофе мы выбрасывать не будем, дорогуша. Нифига себе, как удобно. Надо пользоваться прицелом. Тут Башня живет предсказательно. Может зайдем? Вдруг она поможет тебе справиться с амнезией. Погнали, погнали. Надеюсь, она не будет по нам стрелять. Русалка. Надпись на табличке. Прогнозы. Предсказания. Пророчества. Даже насчет будущего. Нормально. Моя предсказательница Русалка слушает. Ты кто? Прием только по рекомендации. Я тебе без рекомендации. Просто Китти посоветовала зайти. Вообще, я очень занята. Но так как случилось, что у меня сейчас есть свободная минутка. В общем, ты можешь зайти. Меня зовут Русалка. Я провидец и предсказательница в десятом покорении. Мои предки жили в этой волшебной башне с древних до потопных времен. А я думал, что у Русалок нет ног. Ну да, у нее что-то с ногами-то все в порядке вроде. Ты либо слеп, либо хамишь. Судя по твоему виду, ты новичок. Жалуешься на амнезию? Амнезия меня не беспокоит. Но я здесь недавно и еще мало что знаю. Тогда о чем ты хотел узнать? Я обращусь к Астралу и узнаю ответ. Первое обращение бесплатное. Нормально. А если тут суши? Не торчащие из моря скала, а материк или большой остров. Суши, ты хочешь потратить свой единственный бесплатный шанс на бессмысленный вопрос? Да, хочу. Есть ли суши в этом мире? О-о-о, колдовство, предсказание. И че? Откуда ты такой взялся, бродяга? Откуда ты мог знать, что в мире есть суша? Так она все-таки есть. Она сделала предсказание. Вау. Как выяснилось, да, я видел тебя стоящего на песке. Этот песок простирался бесконечно до самого горизонта. Еще рядом с тобой был странный корабль на колесах. Это машина называется. Где ее искать? Где эта суша находится? Понятия не имею. Об этом надо спрашивать умных. А я просто наизнавидящая. А где найти умных поблизости? Знаешь, что, бродяга, ищу умных самостоятельно. Сеанс ясновидения на сегодня закончен. Мне нужно отдохнуть. Нет, уж на сегодня волшебное. Ну все, устал так устал. Прикольно. Оказывается, здесь не все затонуло. Здесь есть еще и какая-то суша. Давай попробуем здесь опустить драгу. Можно ли что-то выловить? Что-то поднимается, кстати говоря. И что я поднял? Случайная добыча. Деревяшки. Ну такое. Ну, понятно. Короче, где попало ловить, это такое себе занятие. Малоперспективное, скажем так. Погнали по заданиям. Нужна лодка побольше. Архипеллаковшика в поисках суши. Кучу заданий навалили. Опа. Батискарф. Так, мы уже с тобой знакомились, кстати, деваха. Привет, привет. Давно не виделись, капитан. Спасибо, что взял моего братца в свой экипаж. Да, пожалуйста. Представляешь, здесь под нами старинный локаторный комплекс. Я там нашел для тебя полезную штуку. Еще рабочий аккумулятор. Возьми, пригодится. О, спасибо. Чем еще могу тебе помочь, капитан? Умный, я даже не знаю. Спроси у голландца. Он ведь инженер. Должен понимать в этом. Хорошо. Это же аккумулятор. Он, конечно, старенький. Но если установить на лодку, то мы сможем дольше двигаться на форсаже. Так, давай установим. Как это сделать? Так. Никто тут меня не подстрелит? Корабль. Маленький аккумулятор для ускорения инфорсмажоров. Энергию надо запасать. Куда его поставить? О, вот сюда вот. Нормально. А что еще есть из такого маленького? Металлический щит, небольшой. У меня есть щит. Бочка полезна для постройки понтонных конструкций на палубе. Может служить простейшим укрытием. Это уже на палубе. Это на палубе. Винтомоторная установка и шкур. Многие капитаны ставят такие моторы. Уже не для того, чтобы предложение прокатиться. Взрывком звучало по-новому. Сейчас я попробую все-таки это расположить более компактно. Вот так вот. Так. И пушки, пушки, пушат. Что-то у меня нафига скопилось. А что делать винтовая мачта? Закрученная винтовая мачта со совместом под модулем на верхушке. Ага. Так. Это на палубе. Пулемет, 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 пулемет. Где гранатомет? Вот. Пушка. И пулемет. Все. Вот так. Отлично. И еще есть вот здесь на мачте место даже. А на мачту я расположу, пожалуй, генератор. Нет? Нет, он сюда не встанет. Зачем воздухозаборник из глушителя? Воздухозаборник из глушителя занимает совсем мало места на палубе. Или увеличивает мощность двигателя. А, ну это хорошо. Это он пусть увеличивает. А еще мы можем поставить вот сюда мачту. Короче, либо то, либо то. Я понял. Ладно, мачта пока не нужна. Аккумулятор поставим для форсажа. Вот так. А могу ли я крафтить себе вот эту броню? Конструкции. Металлический щит. Старые бочки нужны. Бамбуковый щит. Здесь у нас что? Бамбуковый щит. Это все понятно. Опреснитель. Вот. Может быть хотя бы бамбуковые щиты скрафтить? У меня ведь деревянного лома дофига. И тряпок у меня тоже много. Так, он теперь крафтит, да? Хорошо. Меня тут мотает по каким-то течениям непонятным. Мне надо куда-то вот туда. Кажется, это архивала ковшиков. Кэп надо искать понтоны. Они сделаны из бочек. Да-да-да, вижу. Вижу понтоны. Сейчас бочек наберем. Почему она не подобралась? Окей. Ну, конечно. Куда же без вас-то, а? Так. Долбик по мне нормально, конечно. В первую очередь надо выносить вот этого большого. Капитан, мы скоро утонем. Быстро отдай приказ. Чего отдай приказ? Не успел прочитать. Так, у меня электричества не хватает. Ага. Мне что-то сломали, видимо. Нет, я не хочу умирать. У меня электричество тратится. 17 энергии осталось. 19, 20. Валим, валим. Срочно валим. Нужно маленько подлечиться. Давай, ребята, чиним, читим корабль. Опа. Мины прилетают, конечно, серьезные по мне. Чего там, чините, нет? Чини, 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 чини. 87 энергии, 89. Потихоньку заряжается. Нужно генераторов еще побольше мне. Для того, чтобы продолжительные бои вести. Так, опять с энергии напряг. Борт пробит. Это у меня борт пробит? Или у кого борт пробит? Кажется, я победил этот корабль. Блин, вот эти чуваки, которые стреляют с ракетами, это, конечно, суровые ребята. Против таких пока сложновато. Плюс ко всему, надо увеличивать количество генераторов. Один генератор это вообще не вывозит абсолютно никуда. Я пока туда плыть не буду, пожалуй. Стоит подчиниться немножко. Так, они там что-то между собой стреляются. Пусть, короче, долбят. Мне главное собрать бочки. У меня уже собрано 7 из 20 бочек. Сейчас под шумок я постараюсь здесь собрать еще. Вот, вот, вот они бочки. Главное, жив, цел, орел. Собираем. 17 бочек. Так, а еще 3? Где еще 3 найти? Больше тут не наблюдается, как будто бы. Не знаю, лутается ли вот эта скала. Нет, скала вот эта не лутается. Так, вот здесь вот я вижу по карте кучу какого-то лута. Вот они, понтоны. Здесь еще будут бочки. Отлично. Подбираем. Подбираем. Так, ну что, 20 бочек у меня имеется. Защита бортов. Смастери металлический щит. Две штуки. Так, ну я, пожалуй, отплыву отсюда куда-то. Потом буду мастерить. А то сейчас начнется. Плавали, знаем. Да что ты пристал-то ко мне? Не вижу, тут серьезный экипаж идет. Так, я, пожалуй, где-нибудь припаркую сейчас около какого-то здания. И смастерю вот эти бочки. Нужно починить свой корабль. Поприменять все ресурсы. Вот это что такое? Мне кажется, сюда и надо, кстати говоря. Похоже на то. А, это корабелы, похоже. Да, отличное место. Вот здесь я сейчас маленько приведу свой корабль в порядок. Разберусь, что у меня там по ресурсам. Так, мне нужно скрафтить две бочки. Металлическая бочка. А, два металлических щита мне надо скрафтить. Железный лом. А у меня железного лома нет. А куда он делся? Так, я могу разобрать вот эти пулеметы. Я кучу пулеметов пособирал. Да. Вот их надо поразбирать. Разбираем, 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 разбираем. Итого металлического лома у меня должно было прибавиться. Где металлический лом? Вот. Это он. Это тряпки. Вот металлический лом 85. Теперь заходим в крафт. А, мне нужен на металлический щит 100 лома. Так, хорошо. Я понял. То есть, итого мне нужно 200. И еще можно разобрать. Радиоприемник, наверное, нужен. Детали оружия, наверное, нужны. Дров до хера. Медные пластины. Детали приборов. Медный лом. Волокна. Транслокатор. Нитро. Нитро. Я могу установить себе нитро? Офигеть. Так, штурвалы вот эти тоже разбираем. Это все, видимо, с подбитых кораблей я подбираю. Это мне не надо. Так, удочка заря. А у меня какая? У меня стоит драга. Стационарная драга с помощью лебедки позволяет доставать ресурсы морского дна. Использую заряд аккумулятора. Ну, 150. 3000 здоровья. Вес 100. Этот вес 100. Непонятно, здесь не написано, сколько она требует энергии. Это требует 150. Ну, давай удочку тоже разберем. Мне нужен металлолом. Все, пускаю в ход. Так, раскраски, короче, это понятно. Генератор один тоже разберу. Мне их все равно некуда ставить. Это у меня стоит на палубе, на палубе. Вот этот пулемет тоже разбираем. Так, кстати, появилась еще одна броня. Как? Ну, вот так как-нибудь, наверное. Или на нос. Вот, я накопил 215 железного лома. Смогу скрафтить теперь два щита. Давай, Джек Уайли. А, и бамбуковый щит еще сможем скрафтить. Давай, Кичира. Сейчас мы прицепим еще одну такую. Точнее, даже две. Вот эту ставим сюда симметрично. И еще должна одна сделаться. Вот эту штуку ставим спереди. Первым делом мне нужно было посетить вот эту штуку. Корабель. Или корабел. Привет, капитан. Меня зовут Тик. Я строю суда и корабли. Семь футов. Надежная марка. Нормальный такой дед. Доверие внушает. Ими ветрами ко мне. У тебя добрая шаланда. При хорошем уходе прослужит долго. Да, хотелось бы только распеть побольше, чтобы она была. Могу предложить тебе бот, Нью-Йорк или баркас Соня. То бот быстрее, а баркас вместительнее. Так. Есть два стула, да? Бот быстрее, а баркас вместительнее. Давай, наверное, бот попробуем. На быстром боте погоняем. По рукам, капитан. Только вот пробки мне не нужны. А в качестве платы за работу добыть для меня 100 кило взрывчатки. Нифига себе, ты что собрался устраивать? Хорошо, скоро вернусь. Умных здесь мало. Большинство жителей сектра либо безобидно туповаты, либо пугающие глупые. Думаю, ты сам мог это заметить. Да, наверное, я не дурак. Хотя по-настоящему умным я себя бы не называл. Спасибо. Попробую искать дальше. Корабельная мастерская из 7 футов твоим услугам, капитан. Ремонт? Ремонт нам не нужен. Кэп, вижу летучий пузырь. Призыки наверняка знают, где можно добыть взрывчатку. Погнали на пузырь. Здесь какой-то мангревый жемчуг. А, это, видимо, какой-то ивент. Я понял. Это нам пока рановато. Кстати, с шифтом, оказывается, плыть-то гораздо быстрее. Вот она, нетруха. А я и не знал. И что будем пользоваться теперь? Привет, зоркий бродяга. Чем можем тебе помочь? Знаешь, бродяга, мы не делим людей на умных и глупых для нас. Намного важнее, добрые они или злые. Ну, понятно. В фацификсе дела. В взрывчатку добавляют глубоко под водой. Там, где на дне лежат старые боеприпасы. А мы наверняка сможем тебя научить. Она эксперт по всему, что добывается со дна. Как раз сейчас нас ждет в клубе поплавок. Поплавок отдыхает после долгого подводного рейда. Присоединяйся к нашей компании. Бродяга поплавок тут совсем рядом. Окей. Погнали в ваш поплавок. Так, поплавок, поплавок. Это куда-то вот туда. Давай, врубаем в нитро и топим. Караван рядом. Подберись поближе. Грядет бой за караван. Отлично. Бой за караван. Это интересно. Это я хочу попробовать. Вот, нападение на караван. Окей. Это что за заварушка? Держись рядом с караваном. Зачити его от нападающих. А, так я должен не грабить. Я должен защищать. Окей, окей. Давай защищать. Приятно видеть тебя. Если хочешь, можешь причалить. Подходи поближе. Да-да. Плывем поближе. Видимо, надо бить вот этих красных, да? Ох, какие там здоровые планы. Так, ну я даже что-то по кому-то там стреляю, кого-то защищаю. На своей маленькой посудине. Удивительно, конечно. Было бы неплохо еще собрать каких-то ресурсов. Плюс 250 каких-то монеток я собрал. Да, видимо, ресы тут не собираются. Непонятно, что делают тут эти шарки. Просто существуют. Что, они плавают, никого не стреляют? Почему они не атакуют меня? С красными-то все понятно. Красные враги. Давай-давай, долби его. Как-то странно, они плавают, если честно. Ох, зря я так близко подплыл. Так, по мне бьют, по мне бьют, по мне бьют. Уходим, уходим. Ха-ха-ха. Подтонул. Чего и следовало ожидать, конечно. О, я опять здесь. Долбей эту красную. Долбей эту посудину. Давай-давай-давай-давай-давай. Е-е-е. Борт пробит. Нормально. Я так думаю, что я здесь с вами неплохо прокачаюсь, ребята. О, так надо держаться рядом с этим кораблем. Здесь дают какие-то очки. Неплохо, неплохо. Начинаю маленько понимать, что происходит. Так, или энергия у меня закончилась. Я пока... Я пока, пожалуй, не будет спрячусь за вашими широкими спинами, ребята. Окей. Где корабль, который надо защищать? Надо к нему приблизиться. Забирать очки. Воу-воу-воу-воу-воу. Нет-нет-нет. В меня не надо попадать. Я не тот, кто должен принимать сейчас урон. Блин, как плохо у меня с энергией. Вы бы знали. Да куда ты меня везешь? Долби-долби его, пацаны. Победа! Караван достиг точки назначения. Ты получишь двойную награду в размере 4980. Чего-то там. Круто! Вот он и первый ивент. Защитили караван. Так, здесь можно еще проплыть, кстати, пособирать какие-то ресики, да? Водоросли всякие. Бочки. Сейчас это я все соберу обязательно. Потому что все было мной потеряно. Вот тут ящики, бочки. Это можно же собирать? Бочка. У-у-у-у, как все плохо. Ремонт, ремонт, ремонт. Ресурсов я подсобрал. Поэтому можно все починить. Даже нужно все починить. А то выглядит как-то ущербно некрасиво. Надо привести судно в порядок. Смотри, это никуда не годится. Все тут, помню, что сажали. Штурвал почти отвалился. Вот это, конечно. Беда, печаль. Штурвал терять ни в коем случае нельзя. Броня броней, а штурвал нам нужен обязательно. Без штурвала корабль никуда не пойдет. Так, в принципе, мне понравилось. Конечно, непонятно пока, что там за очки получил. Куда их девать и что с ними делать. Но по-любому это нужная вещь. Так, сейчас, наверное, будем отправляться по вот этому течению. В сторону сюжетной локации. Вот оно. Ускоряющее течение. Погнали. Мне нужно добраться до бара поплавок. Ну вот, наконец-то я добрался до более-менее безопасного места. Здесь есть турели. Можно спокойно заниматься своим кораблем. Починить его. Сейчас приведу корабль в порядок. И продолжу свое путешествие. Ну, а с тебя, конечно же, лайк, если понравился этот видос. Пиши комментарии, как тебе вообще эта игрушка. И увидимся в следующих сериях. Пока.